Всем привет! Я извиняюсь, что я немного опоздала в прямой эфир. Планировала в 14.30, но получилось только сейчас. На то есть весомые причины. Чуть позже расскажу, какие и расскажу, почему мы сегодня с вами встречаемся. Я сейчас никого ждать не буду. Буду делать прямой эфир. Я постараюсь его сохранить в Instagram и Facebook. Постараюсь. Не знаю, сохранится или нет. Потому что у меня сейчас есть 10-15 минут, которые я могу сейчас записать в прямой эфир. И быстренько мне надо выбегать, потому что у меня съемка. Вот. Сегодня почему мы встречаемся. Хотела сказать о том, что я уже конкретно и категорически не успеваю делать заказы. Потому что их становится, и вас становится, желающих больше и больше. Все хотят этого хлеба. Вот. У меня были видеоуроки для международных стран. Там, где я продавала свои видеоуроки. Но после того, как я переболела ковидом, у меня как-то... Я вкусы чувствую сладкие, соленые, кислые, горькие. Но на этом все. И после того, как я достала штолен, который... Вернее, не штолен, а подготовку на штолен. Всякие вот эти сухофрукты, специи. Я знаю, что в прошлом году это был просто запах бомба. И когда сутки это все пропиталось в апельсиновом соке. Я знаю, там должен быть имбирь, корица и все остальное. И оно такое все красивое, сочное. Там этот миндаль, чего только стоит. И я не слышу запаха. Вот как-то у меня обломилось такое желание готовить. Я аж планировала, чего я не продавала видеоуроки. Именно тем людям, которые находятся в Украине. Потому что было бы как-то невыгодно вас обучить. А потом, как бы, я и не готовила толком, получается. Я бы только вас обучала. Но в этот раз, как-то, после ковида, чего-то мне уже как-то и не хочется готовить. Плюс я ничего не успевала. Я же и ищу клиентов. Я и упаковываю. Я и бегу на новую почту. Я и общаюсь с клиентами. Есть клиенты, которые не только пишут «Здравствуйте, я хочу то, 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 у меня такие ограничения». А начинают задавать кучу вопросов. Приходится с ними общаться. Это долго и нудно затягивается. Поэтому толком я ничего не успеваю. Плюс у меня еще есть минимальный заказ по безглютену и кето-диете от 300 гривен. Но сейчас, как бы, никто даже не заказывает на 500-600 гривен. Потому что люди заказывают большие заказы. От полутора тысяч и выше. И, как бы, вот эти большие заказы я делаю одна целый день. А безглютеновое тесто, и все хотят именно на закваски. Закваска уходит на два дня. То есть мне надо, чтобы хлеб приготовить, это два дня. Там расстойка, все дела. И по выходным я не работаю, потому что новая почта, она там как-то непонятно, как она отправляет. Если я знаю, что я успею, вот это на моей почте, на моем отделении, если я успеваю до 18.30, то я знаю, что эта посылка моя не будет лежать целую ночь. Она уедет. А на выходных там как-то у них непонятно. То есть если вообще на Западную Украину мне надо будет отправить, то она может спокойно два дня пролежать. И только в понедельник они ее отправляют. Ну, как бы, понимаете, уже три дня хлебу, как бы, он уже лежит на почте. Поэтому я ее не отправляю вообще, потому что я не знаю, как они там работают толком. Вот, сегодня, к чему я же хотела с вами встретиться. Вообще, я сейчас должна была быть не дома. Я нашла классную фотостудию. Вернее, не фотостудия, это как-то по-другому называется. Ну, начнем, скажу, фотостудия, где есть кухня. Причем не одна кухня, а там есть две кухни. В одной кухне есть обычные электрические печки, которые есть дома у людей. И там сразу две в одной кухне. А в другой кухне более такая профессиональная. Я туда уже на этой неделе ездила, смотрела эту студию. Она мне очень понравилась. Вот сегодня должна была там проводить прямой эфир. Я хотела приготовить свой хлеб на закваске, чтобы сделать такой тест-драйв. Знаете, прежде чем сделать мастер-классы, которые я планирую делать, я хочу сама попробовать эти печки. Потому что у меня же дома обычная газовая печка. Обычная газовая печка старая, Днепр, ну, как-то я к ней привыкла. Что такое электрическая печка, даже пускай такие, как сейчас современные в обычных домах, я тоже не знаю, как ей даже пользоваться. А там, где другая кухня у них, она такая более огромная, такая мощная прям печка. Вот мне даже страшно к ней подойти. Это одно время, когда я только начала снимать, фотографировать людей, я купила хорошую фотокамеру, она у меня целую неделю стояла дома. Я боялась к ней подойти, потому что все, что покупается, или все, что новое, все, что большое, мне страшно. Вот мне как-то к этой печке тоже было страшно. Вот мне сегодня должна была в ней пекти. То есть там есть помощники, которые бы мне помогли, конечно, как там пользоваться правильно ей. Я хотела пекти этот хлеб, сделать прямой эфир вам, потом показать этот хлеб, вот, разрезать этот хлеб. Но, к сожалению, блин, у нас сейчас такая погода в Днепре, капец, я не знаю, как правильно это сказать, метель, снегопад или как, вот. Мне позвонили, сказали, что света, к сожалению, нет. А печка-то электрическая, и все. Вот, а я что, уже приготовила хлеб, поэтому я момента не теряла, сейчас закинула снова в свою газовую печку, и сейчас она у меня выпекается. Потом позвонил клиент мне и сказал, что, извините, у моего мужа выскочил прыщ, мы не будем сегодня фотографироваться. Боже, я, это сегодня день просто капец. Я сказала, я вам все зафотошоплю, у вас будут на каждой фотографии красивый носик. Только пристите, потому что, ну, капец. Поэтому я сегодня хочу даже не за час выехать, а за полтора часа, поэтому я хочу быстренько все провести. Сейчас у меня готовится мой хлеб. К сожалению, я не смогу его разрезать в прямом эфире, а мне очень этого хотелось бы. Вот, поэтому, потому что надо будет ждать хотя бы час-полтора, понимаете, пока остынет. Горячий хлеб никто никогда не режет, потому что это будет просто жижа, мякиш, короче, не будет никаких этих пор толком, ну, будь черти шоу, ему нужно нормально остыть. Причем ему надо в нормальных условиях остывать, а не как я делала когда-то, когда не успевала. Зима на улице, я нараспашку все окна, то есть, ну, ребенок бегает ему, ну, естественно, и нам всем холодно, а он мне нараспашку, как летом, окна. Нет, он должен нормально, спокойно расстояться, ой, вернее, ну, остыть, а потом я планирую вечером, я очень поздно приезжаю, поэтому я хочу его завтра, либо видео сделаю вам, какой он получился в разрезе, либо я вам сделаю фотографии, фотосчет завтра с утра, чего хотела вот этот прямой эфир сделать. Мне просто интересно, готовы ли вы, интересно ли вам приезжать из ваших городов, в которых вы находитесь, ко мне в Непр, на мастер-класс. Мастер-классы будут проходить два дня, то есть, чтобы вы рассчитывали, я не знаю, есть ли у вас тут знакомые в Непре, нету знакомых, там, родственников, друзей, что вам придется где-то жить, снимать квартиру, плюс это дорога, вот, вот, поэтому я хотела вас узнать, хотела, конечно, показать вам всю эту студию, все это шикарное место, но я не отчаиваюсь, я решила после Рождества все-таки туда попасть, я договорилась с хозяйкой, что я все-таки туда попаду, приготовлю этот хлеб, я не знаю, буду я проводить прямые эфиры или нет, ну, я хочу вам просто показать, вот, какая-то студия, она огромная, огромные две комнаты, там, наверное, есть все, но, но, если у вас ребенок, ну, дети ваши с элиакией, как у меня, вы должны понимать, что кухня обычная, глютеновая, то есть эта кухня больше даже не как пекарня идет, а она больше идет как кондитерская, там классные вот эти, господи, блендеры, не блендеры, как они называются, планетарный миксер, Кенвуд, ну, то есть там, там все такое на высшем уровне, но они именно больше, эта студия котируется, как именно десерты, торты у них, ну, такое, то есть не пекарское, конечно, мне надо будет еще закупиться нормально, так я же как бы еще и фотограф, я хочу это все красиво отснять, первых людей, которые ко мне придут на мастер-классы, я хочу это все красиво пофотографировать, видео заснять, взять свою фотокамеру, естественно, это то, что я хочу, вот самый капец, это я хочу сделать фартуки, наверное, хотя бы штук 5-7 для начала, особливо, без состава, вот, чепчики хочу сделать, хочу сделать на рукавнике, вот, это тоже растраты, сколько будет стоить, например, двухдневный мастер-класс, я пока не знаю, мне нужно все рассчитать, потому что, мало того, что я буду арендовать эту студию, плюс, я оплачиваю уборку полностью, самим убирать нельзя, ну, плюс там такси, проезды, все, что мы наготовим, вы, естественно, это все забираете домой, это все ваше, также еще хотела вам сказать, что, вот, так как я готовлю каждому по его диете, его ограничениям, вас очень много, и вот, я бы хотела, чтобы вы оставили комментарий, вот, в этом видео, который я постараюсь сохранить, готовы ли вы приехать ко мне в Днепр на мастер-класс, двудневный, если да, то напишите, пожалуйста, из какого вы города, ваши ограничения, и что бы вы хотели увидеть, либо научиться готовить, однозначно, это будет у меня, вот, то, что я планирую сделать, это будет у меня хлеб и булочки на закваске, также я планирую сделать хлеб на яйцах, ну, естественно, я знаю, что многим нельзя яйца, вот, поэтому я хотела бы вот точно узнать, кто бы хотел, кому бы это было бы интересно, какие у вас ограничения, и также, что вы хотите, чтобы я вас научила чему готовить, может быть, там, основа для пиццы, кстати, тоже было бы, наверное, прикольно, если бы я бы вас обучала основу для пиццы, потому что многие заказывают эту основу для пиццы, людям это тоже будет интересно, естественно, печенья такого не будет, ну, будет что-то такое серьезное, вот, чего вы, например, не можете сами приготовить, у вас долгое время не получается, поэтому, вот, например, все фото, которые у меня есть, это есть у меня в профиле, в инстаграм, на фейсбуке, и в разрезах, очень много фото разных, также, что я еще хотела сказать вам, что помимо взрослых мастер-классов двудневных, я хочу еще и сделать мастер-классы для детей, для детей от 6 лет, потому что недавно мы с Ярославом были на мастер-классе, единственное, что он может посетить в Днепре, потому что у нас такого нету, в Днепре мы посетили только мастер-класс по мыловарению, ему очень понравилось, но больше мастер-класса такие, как делать, например, пряники, у нас такого в Днепре нету, мы были на мастер-классе от общества Целиякия, но это был, я бы так же не сказала, что это мастер-класс, тебе уже дали готовый пряник, и дали тебе какую-то глазурь, которую ты берешь там и сам разрисовываешь, я хочу сделать по-другому, я хочу от самого начала теста, как оно замешивается, как оно делается, до концовки, размазывания глазурью, там рисунок, как там ребенок посчитает, но этот мастер-класс будет интересен также и взрослым, потому что пряники, они же не только новогодние, они же могут быть на любой праздник, а плюс сейчас в моде эти пряники даже сделать на палочки для кэнди-бара, либо для дня рождения, как топпер и пяники, людям это будет интересно, поэтому на этом мастер-классе могут присутствовать не только дети, но и взрослые, по времени, наверное, это займет около двух-трех часов, ну то есть, вот так вот, и также напишите мне, пожалуйста, готовы ли вы приводить своих детей на мастер-классы ко мне от 6 лет, было бы ли вам это интересно, то есть, ну естественно, если вы из других городов, готовы ли вы ко мне в Днепр привозить этих детей, вот, можно также делать мастер-классы для детей, леденцы делать, тоже готовить, но естественно, там надо будет уже, чтобы дети были постарше, потому что это карамель, это кипяток, вот я себе, кстати, делала эти, как они называются, господи, что я делала себе, я делала новогодние пряники, елочки, оно капнуло на меня, вот перед Николаем, наверное, недели две назад, был в Балдыре, он лопнул, ну то есть, такое, что это опасно, поэтому своего Ярослава, естественно, не подпущу, максимум, чему я могу его подпустить, карамели, это только засовывать палочки, ну уже, концовку, разливать, нет, это вообще лучше, чтобы я делала, потому что я даже такое, наверное, и восьмилетнему ребенку не позволяю, ну хотя дети бывают разные, дети могут и с раннего возраста готовить, и родители могут уже позволять даже нож держать, но мой Ярослав пока нож не держит, я ему такое еще пока не даю, поэтому я жду в комментариях под этим видео, готовы ли вы ко мне приехать на мастер-класс, было бы ли вам это интересно, ваши ограничения, и что бы вы хотели бы, чему бы вы хотели научиться на моих мастер-классах, что вас интересует, и также готовы ли вы приводить своих детей, привозить ко мне на мастер-классы, кстати, сейчас у меня уже, наверное, приготовился хлеб, ну я вам его сейчас покажу, но вы его уже так все видели, я постоянно его выкладываю, у меня, кстати, много разной муки появилось, ну что по вкусу, по запаху, я ничего не могу вам сказать, честно, насколько, вот у меня появился ТЭФ, это же не знаю какое, на вкус, на запах, непонятно, расторопшая, тоже непонятно, помню, у меня было прекрасно, и очень нравился, вот стандартный, который я делала всегда, и люди заказывали, это рисовый, кукурузный, зеленая гречка, вот я помню, что я прямо аж балдела от этих запахов, а зеленая гречка, оно это просто, но сейчас мне настолько все непонятно, поэтому все надо пробовать, так же я и людям говорю, что может быть вам не взойдет эта зеленая гречка, детям вашим не понравится эта зеленая гречка, ну, то есть берите другие так же виды, там два, три хотя бы вида, тем более все равно можно все замораживать, ну, без литинового выпечки, так, сейчас я достану, покажу вам, уже время, так, вот у нас у меня получилось, так, сейчас я покажу вам, две секунды, видно, видно, тут видно, а тут вообще ничего не видно, тю, а что оно так странно, сейчас, секунду, ну, вроде видно, ну, вот у меня, сейчас попытаюсь вам его поднять, байет мой, кукурузный, это то, что я планирую делать на мастер-классе, на закваске, вот, видите, вот это самое вкусное место, эти кончики, посмотрите на них, ой, боже, как кипяток, мама, мама, даже перчатки какие-то, а вот у меня зеленая гречка, сейчас, пять сек, вот такой оно, вот такой красавчик, о, господи, ну, к сожалению, разрезать не могу, вот, в том-то, из-за пара у меня на сегодняшний день, что, все, что бы я не задумала, у меня ничего не получается, посмотрите, какой красавец, вот так вот, как видите, раскрылся красиво, хорошо раскрылся, и зеленая гречка, еще раз вам покажу, вот, надеюсь, вам был интересен мастер-класс, конечно, он был бы вам интересен, если бы мы действительно сейчас были бы в этой студии, я бы вам показала бы все, но, к сожалению, как получилось, так получилось, поэтому я жду в комментариях ваши пожелания, что бы вы хотели бы, и хотели бы вообще ко мне попасть на мастер-класс в Днепр, по возможности, сначала я начну из Днепра делать мастер-классы, потом по возможности, если будет много людей там в любом городе, например, ну, в Киеве там по-любому будет больше всего людей, чем, например, в Виннице, либо в Запорожье, вот, я могу также, если я приспособлюсь к новым печкам, вот этим всем электрическим разным, то также я могла бы выезжать бы на мастер-классы в другие города, я бы снимала тогда уже квартиру, и мне бы это было бы, в принципе, интересно, я бы брала бы своего ребенка, и мы бы с ним таким образом путешествовали, работали, зарабатывали деньги и путешествовали, поэтому до встречи в новом году, надеюсь, в следующий раз мы с вами встретимся уже в студии, либо на каком-то уже мастер-классе, который я вам покажу, все, до встречи всем, всех наступающим праздником, всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...